Уважаемые коллеги, добрый день. Рад присутствовать здесь на этом замечательном конгрессе. Александр Константинович, огромное спасибо за представленную возможность выступить на эту тему про экспрессию PDL у больных в статическом раком почки. Ну, аудитория, наверное, эта ситуация до боли знакомая. На самом деле, за последние 15 лет у нас рак почки перешел из фактически некурабельного и абсолютно бесперспективного рака в некоторых случаях излечиваемый процесс, даже на этапе метастатического процесса. Естественно, в первую очередь, первая революция в лечении метастатического рака почки это первый этап заслуги в лечении метастатического рака почки – это внедрение ингибиторов тиразинкиназ. И сейчас время пришло ингибировать ему на ответ для того, чтобы достигнуть еще более значимых результатов. Но для того, чтобы, в принципе, понять, как это все происходит, я постараюсь вкратце эту ситуацию обрисовать. У нас имеется с вами чужеродная клетка, которая выбрасывает неоантиген. Это активирует Т-лимфоциты, которые в итоге, благодаря определенным моментам, направляются в опухолевую клетку и включают механизм гибели. При этом здесь идет разговор не только об опухолевой клетке. Это вообще любая клетка, которая является либо чужеродной, либо несет на себе мутацию. И так все было бы хорошо. То есть приходит клетка, лимфоциты ее убивают, все, и проблема решена. Но проблема здесь немножко в другом. Есть клетки, которые убить достаточно сложно или невозможно. Почему? Потому что опухоль – это живой организм, она включает свои противоиммунные системы. В частности, вот этот механизм PD-1, PD-L1, когда на поверхности опухолевой клетки имеется элегант, который противодействует этой самой иммунной клетке. То есть по своей сути лимфоцит находится, имеется механизм токсического действия, имеется сигнал, но лимфоцит ничего сделать не может. Он просто просматривает эту всю ситуацию. И в итоге опухолевая клетка проходит. Что в такой ситуации можно сделать? В такой ситуации, естественно, учитывая то, что имеется определенный субстрат, мы можем придумать такое воздействие, чтобы зайти либо на рецептор на PD-1, либо взаимодействовать на элегант. Как говорят, лучше, конечно, воздействовать на PD-L1, потому что в такой ситуации мы в перспективе избегаем вот этого самого аутоиммунного процесса, который запускается при длительном приеме введения препаратов ингибиторов иммунного ответа. То есть, в принципе, лечение связано именно с этим. Также что еще можно сказать? Очень важный момент. Нужно понимать, что не все клетки такие. Какие это один из путей развития опухолевой ткани, опухолевой клетки? Каким образом? У нас имеются разные типы клеток, разные взаимодействия межклеточные, и есть опухоли. Горячие опухоли, холодные опухоли. Горячие опухоли, они характеризуются большим числом мутаций и характеризуются большим количеством опухоли инфильтрируемых лимфоцитов, которые подходят непосредственно к этой самой опухоли. Здесь мы можем воздействовать действительно ингибиторами иммунного ответа и ждать определенного результата до момента, когда наступает какая-то, так скажем, нестандартная устойчивость, и препарат перестает действовать. Второй вариант, крайний вариант, это холодная опухоль, где фактически отсутствует опухоль инфильтрируемого лимфоцита у опухолевых клеток, и по своей сути механизмы развития этой опухоли, они уже немножко другие, и лечение ингибиторами иммунного ответа не всегда можно достигнуть определенного эффекта. Но здесь самое главное то, что опухолевые клетки зачастую – это вот это среднее, желтый цвет, это те клетки, которые формируют Т-лимфоциты, имеется фронт вот этой иммунной между опухолевой клеткой и между Т-лимфоцитами. Здесь именно имеется максимальное число вот этих самых максимальной экспрессии ПДЛ-1, куда мы воздействуем непосредственно этими самыми препаратами. И, конечно, есть экспрессия ПДЛ-1. Что может быть лучше – это как вариант, благоприятный вариант использования экспрессии ПДЛ-1, как биомаркер для получения ответа. Но часто ли вы используете вообще в принципе и ожидаете ответ при назначении экспрессии ПДЛ-1? Вообще кто-нибудь назначает экспрессию ПДЛ-1 вот сейчас, в настоящий момент, для лечения рака почки? Все равно, да? Хорошо. Ну вот один человек, действительно, это проблема. Надо понять вообще, действительно ли это биомаркер, или здесь имеются определенные моменты, которые этот процесс затрудняет. А моментов затрудняющих процесс уже в настоящий момент достаточно много. Первое – мы можем говорить о двух вариантах. Имеется экспрессия ткани, может быть, она адаптивная, конститутивная экспрессия. Вот. Одна из которых, она именно индуцирована иммунным ответом, вторая – она идет за счет мутации белков. И вот один из вариантов, скорее всего, ответит на терапию, антипидель-терапию. Второй из вариантов, он неизвестно, ответит или не ответит. Второй вариант, более практичный вариант. Мы с вами имеем пациента и планируем его лечение. Мы делаем экспрессию этого самого ПДЛ-1. Вопрос. Мы делаем для какого препарата? Потому что это имеет значение. То есть, все антитела, которые исследуются в настоящий момент, делаются два теста. Сопроводительный тест или комплиментарный тест. Сопроводительный тест – это непосредственно мы используем для одного препарата, для кимбролизумаба. То есть, если мы с вами видим показания для назначения данного препарата, мы, по идее, должны использовать ДАКа. Но ситуации есть, когда остальные тесты комплиментарны. То есть, по идее, как бы их можно заменять друг с другом. Но заменять мы их тоже не можем, потому что одни направлены антитела на опухолевую клетку, другую – на иммунную клетку. В общем, здесь определенная проблема. Следующая проблема – интерпретация результатов. У нас с вами имеются различные требования к оценке. Мы должны понимать, как мы считаем эту положительную экспрессию на опухолевых клетках, на иммунных клетках, что именно из иммунных клеток мы берем, считаем ли мы это среди всех иммунных клеток или только в пределах опухоли. Вопросов куча. Следующий вариант. Вы все знаете, что, естественно, рак почки – это замечательно много гистологического материала. Почему? Потому что самый главный момент – это операция по удалению первичной опухоли. То есть, либо нефрактомия, либо резекция. Но что делать с пациентом, если прошло 5 лет, 7 лет, 10 лет? Во-первых, с каждым годом вероятность получить должную и правильную экспрессию вот этого самого PD-L1, она все уменьшается все больше и больше. И считается, что если операция была выполнена 5 лет назад, то смысла выполнения экспрессии PD-L1 просто нет. И поэтому необходимо брать субстрат второй. Например, имеется пациент. У него имеется метастаз рака легкого. Ой, метастаз в легкой ракопочке. Мы делаем тонкоигольную биопсию. Мы получаем результат гистологический. Это часть материала. Потом, вероятно, мы можем сделать какую-то экспрессию. Ну, может быть. А может быть и не делаем. Но после этого отправляем материал на анти-PD-L. На экспрессию PD-L. И материала просто-напросто может не хватить. Даже тех самых 100 клеток, которых достаточно для того, чтобы определить, является ли опухоль горячей или нет. Что еще? Проблема гетерогенности. У нас с вами опухолевая клетка. Не вся опухолевая клетка будет одинакова. Есть очаги красным цветом. Это горячие, есть холодные. Можно не попасть. Следующий вариант. Это экспрессия PD-L1. Это динамический маркер. То есть после каких-либо проведений, либо хирургических вмешательств, либо после применения специфического противоопухолевого лечения, мы уже сталкиваемся с ситуацией, что экспрессия PD-L, она меняется непосредственно. И поэтому алгоритм для врача, когда мы встречаемся с этим пациентом для того, чтобы назначить или проецировать план лечения, он достаточно сложный. То есть нам надо понимать, какая тест-система есть, какой препарат у нас имеется в наличии, есть ли это вообще тест-система в Российской Федерации, одобрена она или нет, потому что у нас всего две тест-системы одобрены. И вот, кроме того, есть определенный момент, это как iPhone и Samsung, когда зарядка не подходит от телефона одного к другому. По идее, это сделать очень просто, две секунды, и у каждого телефона будет единая зарядка. Но вот здесь та же самая ситуация. Поэтому использование PD-L1 как биологический маркер достаточно спорное, и учитывая то, что сейчас появляются новые возможности определения, то же самое количество опухоли-эльфинтрируемых лимфоцитов и определение мутации, этот маркер, он находится под очень большим вопросом. Если смотреть с точки зрения клинической картины, вот у нас имеется граница оценки результатов, то есть если имеется экспрессия больше, чем 50% положительная в опухолевых клетках, мы говорим о горячих клетках. И, сейчас я вам покажу, надо еще отметить, что для рака почки, видите, у нас имеется позитивный PD-L1 для иммунных клеток и позитивный PD-L1 для опухолевых клеток. Вопрос, что нам с вами исследовать? Потому что один дает 25%, второй дает 10%. Если говорить о экспрессии как о биомаркере, да, ее можно использовать как биомаркер, но пока только для уротелиального рака у нас непосредственно, и то только для препарата, который указан здесь, это пембролизумаб, потому что при ниволумабе никакой разницы даже для уротелиального рака нет, абсолютно никакого. А каким образом можно использовать экспрессию PD-L? Вот приходит нам пациент, а что можем определить? Мы можем определить обратное, то есть мы можем понять, какому пациенту не подходит назначение ингибиторов тирозин киназ. И вот это действительно момент, когда мы можем спроецировать правильный вариант лечения, скажем так, инвертированный вариант лечения в зависимости от этого самого биомаркера. То есть, например, мы используем препарат, и мы видим, что PD-1 негативный, дает 38 месяцев при назначении ингибиторов тирозин киназ, а негативный – 20 месяцев. Та же самая ситуация, мы все знаем исследование, господи, сравнение позапониба и сутента, компарс. Мы видим, что, проведен здесь подгрупповый анализ, мы видим, что пациенты, которым проводилась терапия позапонибом и сутентенибом с PD-L1 негативной экспрессией, дают показатели общей выживаемости просто обалденные. 38 месяцев, 36 месяцев. И при этом 15 месяцев на позитивной экспрессии. Если говорить о применении терапии ингибиторами контрольных точек, мы видим, что общая выживаемость, она не зависит от экспрессии. И если брать первую линию, опять же, мы можем говорить одно, что экспрессия PD-L1 указывает на то, что ингибиторы тирозин киназ будут менее эффективны. Вот посмотрите, пожалуйста, мы знаем, сколько сутент, сунетениб дает медиану времени до прогрессирования. Это 1,1 месяца по исследованию 2007 года. Здесь 5,9 месяца. Та же самая ситуация с промышленностью плохим прогнозом для пациентов, у которых имелась негативная экспрессия. И есть один замечательный момент по поводу экспрессии PD-L1. Мы все знаем, те, кто занимается лечением рака почки метастатического, самая большая проблемная опухоль рака почки – это саркоматоидный рак. Как с ним справиться, откровенно говоря, совсем непонятно. Мы можем начинать делать операцию, которая, в принципе, не совсем желательна. Но нам приходится делать, потому что у нас нет гистологического исследования. И, как оказалось, применение пациентов с несветлоклеточным раком почки, в основном это с саркоматоидным компонентом, действительно выявило положительный момент с точки зрения экспрессии PD-L1. И пациенты, у которых имелась экспрессия PD-L1, показывали значительно лучшие результаты при саркоматоидном раке почки. При терапии с лизумабом, с биосузумабом. И что еще интересно, это показатели времени допрогрессирования и общей выживаемости. Показатели времени допрогрессирования здесь, по данному исследованию, показывают такой результат, который раньше мы видели по показателю медиана общей выживаемости для саркоматоидного рака почки. Достаточно интересное исследование. Выводы, они здесь написаны. Конечно, экспрессия PD-L1, ну, во всяком случае, как мне кажется, она имеет ограниченные свои функции. И, скорее всего, эта экспрессия, она может скоро кануть в небытие из-за появления новых возможностей определения прогностических моментов в отношении лечения статического рака почки. Я постарался изложить все максимально коротко. Спасибо за внимание. Спасибо, пожалуйста. Вопрос у кого есть? Спасибо огромное за такое. Мы знаем исследование Четмейк, Четмейк 2014, где сравнивали комбинацию МАБа и МАБа. И в том, как и в том, как и в том, как и в том, что частота пятиных ответов у PD отрицательного была 30%. А частота пятиных ответов у PD положительного была 58%. В два раза выше. И по другому анализу исследование сделано, что все-таки статус для пациентов важен. Вначале мы не выведем в инструкцию по применению, но на данный момент появляется важен в два раза превышение эффективности у пациентов у PD положительного. Как мы можем компенсировать результаты следующего Четмейк 2014 и соответствовать выводы нашего доза? Ну, еще раз спасибо за вопрос. И еще раз хочу отметить, что экспрессия PD-L1 в данной ситуации сыграла роль в плане наличия экспрессии PD-L1 показывает негативную роль в отношении назначения ингибитора в тирозин киназ. И в принципе количество объективных ответов и время до прогрессирования существенно ниже у этих самых пациентов. Если брать PD положительный пациента, которым проводилась терапия, не в ИПИ, ну, по идее, да, есть, но статистически значимых все-таки показаний, то есть статистически значимых моментов там не показало этого. Статистически значимых, не достигнут статистической значимости. Вы удовлетворены ответом? Конечно, да, различия достаточно большие, но все дело в том, что эти пациенты с низкой экспрессии, они также отвечали, да, и у них тоже имелось достаточно продолжительное, да, и преимущество выживаемости все равно было, да. И именно поэтому, вот как при мочевом пузыре, почему мы, например, у тех, кто не подлежит цесплатине, в первой линии терапии уже определяем PDL, да, а у тех, у кого во второй линии не определяем, да, там просто не с чем сравнить, да, вот и вся история. То есть мы можем там определять PDL, но с чем сравнить, у нас другого выбора нет, да, то есть это более такая кричащая ситуация. Так же и здесь, то есть эффект-то все равно мы имеем лучший по сравнению с этим, да, да, поэтому и нет целесообразности клинической на сегодняшний день определять один маркер, о котором мы говорим. Спасибо большое.